МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как стартовала в Казахстане, от какой смертельной болезни должна уберечь прививка? Родителям важно об этом знать. Запреты на курение будут ужесточать. Террасы, балконы, крыши любителей подымить ждет много ограничений. Отопительный сезон в Казахстане пройдет стабильно. В Министерстве энергетики сообщили, что делают все для того, чтобы ЧП, как это было в Экибастузе два года назад, не повторилось. Кому тепло дадут в первую очередь и хватит ли угля тем, кто топит дома сам, узнала Мария Горбунова. Считанные недели остались до того, как тепло подадут в дома казахстанцев. Для того, чтобы успеть до крепких холодов согреть города и регионы, идет масштабная подготовка. До конца этого года закончат ремонт на 10 энергоблоках, 55 котлах и 45 турбинах. Причем работы на большей части объектов уже завершены. Особое внимание приковано к Экибастузу, где два года назад произошла авария на ТЭЦ. По Экибастузу, ну и по другим износам, да, это средний износ, но мы за эти два года достаточно большой объем ремонтов провели. Тот же Экибастузе этот износ снизился достаточно сильно, потому что мы два года подряд туда, как вы знаете, выделяются, так как стало предприятие коммунальным, оборудование, мы выделяли деньги, поэтому в Экибастузе сейчас износ, насколько я знаю, там меньше 60 процентов, поэтому из 10 котлов у нас капитальный ремонт в прошлом году прошли 8, в этом году мы еще один его делаем, котел 15. В целом котлы и турбины по Казахстану готовы к сезону. Нагрузка на электрические станции в этом году, по прогнозам, увеличится на 5 процентов, поэтому все они должны работать надежно. В некоторых регионах сентябрь выдался холодным, однако тепло будут подавать по правилам. Практика многих лет, да, нашей работы, когда более теплый, ну, прохладный период, включаем отопление, потом, наоборот, еще больше шквал жалоб, что стало жарко, наоборот, это же, ну, как бы тоже, это же оплата, что монополисты хотят больше денег взять и так далее. Поэтому мы сделаны правила, средняя дневная температура должна быть ниже плюс 8, поэтому местные исполнительные органы этих правил придерживаются, но у них это рекомендация, у каждого местного исполнительного органа, Акимата, есть право делать, включать отопительный период раньше. В Павлодаре, например, неделю, как тепло в соцобъектах уже есть. В других регионах отопление дадут к концу сентября. Запасаются на грядущий сезон и углем. Больше 4,5 миллионов тонн на электростанциях накопили. Вовсю закупают топливо люди. И если социального угля в Усть-Каменогорске достаточно, то за коммерческим в очереди вот уже несколько дней стоит под сотню машин. И местные власти, и поставщики говорят, ажиотаж люди создали сами, а закуп нужно было делать летом. Сегодня уголь завозят в два тупика, а желающие его приобрести приезжают сразу из нескольких районов. Так как большой наплыв, отпускаем всего по 3 тонны. Это, конечно, плохо для населения в том смысле, что надо будет два раза закупать, два раза платить за доставку. Но утром выходил, с людьми переговорил, все согласились на такие условия, чтобы всем хватило. Озвучил вице-министр Сунгаты Симханов еще одну немаловажную проблему всей энергетической отрасли. Острый дефицит кадров. Из-за низких зарплат в Казахстане не хватает 2000 профессионалов. Чтобы вернуть ценных специалистов, на станциях повысили оклады до 400 тысяч тенге. Мария Горбунова, Дастан Алишев, Астана, Первый канал Евразия. К другим темам. В Казахстане начали массово вакцинировать девочек против вируса папиллома человека. Постановление подписала главный санитарный врач страны Сархат Бесенова. Ставить прививки школьницам 11-13 лет будут только с согласия родителей. Варианта для желающих два. Сделать в школе либо в своей поликлинике. Проходит эта вакцинация в два этапа с разницей в 6 месяцев. Минздрав закупил американский препарат Гордосил. Согласно рекомендациям ВОЗ, рекомендуется вакцинировать девочек в возрасте 9-14 лет. Потому что доказано, что это в этом возрасте очень высокая эффективность вакцины. Эффективность вакцинации зависит еще от инфицирования. То есть необходимо вакцинировать до инфицирования. Также Айжан Есмагомбетов рассказала, что в перспективе могут рассмотреть и вакцинацию мальчиков от вируса папилломы человека. Так как именно они являются переносчиками. Такой опыт применяется в 40 странах мира. Основная цель вакцинации – это защита женщин от рака шейки матки. Это одно из самых распространенных онкозаболеваний. К другим темам. В Министерстве энергетики пообещали закрыть дефицит жиженного газа до 2030 года. Об этом сегодня на заседании парламента рассказал вице-министр энергетики Алибек Жамаов. Источником нефтяного газа станут месторождения Кашаган и Карашаганак. Ежегодные объемы производства достигнут полутора тысяч тонн топлива. Автолюбители тоже активно переходят на жирзонефтяной газ. Я думаю, со временем, когда цена будет выравниваться с бензином, автолюбители поймут и перестанут переходить на жирзонефтяной газ. Традиционное топливо у нас считалось бензином, дистопливом. Жирзонефтяной газ в целом должен использоваться для нефтегазохимии, не для газомоторного топлива. К событиям в мире. 12 человек погибли, больше двух с половиной тысяч пострадали в Ливане. В стране одновременно взрывались пейджеры среди раненых посол Ирана. В этой кибератаке подозревают Израиль. И пока идет следствие, стало известно о второй серии взрывов. Заурежь Бетимбаева с подробностями. По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры. По данным местных властей, волна взрывов продолжалась около часа. В результате ранения получили 2750 человек. Еще 12, включая 8-летнюю девочку, не выжили. Местные жители массово сдают кровь для пострадавших. То, что произошло, потрясло нас. Это было страшно, картина жуткая. Никто не мог подумать, что пейджеры могут так взрываться. Людей разрывало на части прямо у тебя на глазах. Безусловно, то, что произошло, было преступлением против человечества и ливанского народа в целом. Это нападение на весь ливанский народ. Мы осуждаем это. Это далеко от гуманности. Пострадали в основном члены военно-политического движения Хезбалла и посол Ирана. Он потерял один глаз. Пейджеры они использовали, чтобы затруднить возможность перехватывать сообщения, которыми обменивались друг с другом. Ливанские силы безопасности выяснили. Устройство производила тайваньская компания. Но в организации отметили, что пейджеры изготовила европейская фирма, имеющая право использовать их бренд. Сейчас ведется следствие. Движение Хезбалла винит во всем Израиль. Израильские военные пока никак не комментируют трагедию. Зато высказался представитель Пентагона. Я могу вам сказать, что США не были в этом замешаны. Мы не знали об этом инциденте заранее. Мы следим за ситуацией. Эксперты считают, что операция с пейджерами, вероятно, готовилась в течение долгого времени. А взорвались они после получения закодированного сообщения. Все обстоятельства выясняются. Заврежь Бетимбаева, Дамир Айткужанов, Первый канал Евразия. Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Греции. ЧП произошло в 70 километрах от Афин. Рабочих немедленно эвакуировали. Тех, кто проживает рядом, призвали покинуть дома. Черный смог, который окутал все вокруг, опасен для жизни. Горящее предприятие тушили несколько вертолетов и больше десятка машин. Дороги временно перекрыли, остановили движение поездов. К счастью, жертвы пострадавших нет. Что еще произошло к этому часу в мире, узнаете прямо сейчас в нашем международном обзоре. Доминик Пелико признал свою вину в том, что позволял десяткам незнакомцев насиловать жену. 71-летний мужчина утверждает, что был счастлив со своей супругой, и она не заслужила такого. Попросил у нее детей и внуков прощения. Заявил, что в истории с дочерью не замешан. Ранее говорилось, что она тоже подвергалась такому же насилию, как и мать. Разбирательство продолжается. Напомню, в начале сентября Жизель Пелико рассказала, что бывший муж накачивал ее снотворными наркотическими препаратами, а потом позволял незнакомым мужчинам из интернета насиловать ее у них же дома. Весь процесс мужчина снимал на видео. Во Франции она стала символом борьбы с сексуальными преступлениями. Евросоюз рекомендует ужесточить запрет на курение, распространив табу на открытые площадки, а еще на электронные сигареты и вейпы. По новым рекомендациям, курить нельзя будет в открытых или полуоткрытых помещениях, таких как крыши, балконы, террасы ресторанов, баров и кафе, остановки общественного транспорта, а еще аэропортах и открытых площадках при соцобъектах. В списке и места отдыха, где находятся дети. Это игровые площадки, парки развлечений, бассейны и зоопарки, а также образовательные учреждения. Цель ЕС к 2040 году создать поколение без табака. А в Грузии другой запрет и уже на законодательном уровне пропаганды ЛГБТ. В частности, табу на однополые браки, смену пола и усыновление детей представителями ЛГБТ. За нарушителями будут тщательно следить, в том числе и в социальных сетях. А если таковые будут, им грозит штраф, запрет на профессиональную деятельность и лишение свободы. Евросоюз раскритиковал Грузию за принятый закон. По мнению Брюсселя, это нарушает права граждан и подрывает европейский путь к Грузии. Вернемся к событиям в нашей стране. Руководство золотодобывающей компании «Майкайн Золото» отправили под домашний арест. Сегодня суд санкционировал меру пресечения шестерем бывшим и нынешним работникам предприятия. По неподтвержденной информации, среди них и экс-директор предприятия. Полиции пояснили, что расследуют уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ. Вероятнее всего, речь идет о крушении автобуса с четырьмя спасателями в недействующую шахту в Майкаине 4 января. Специальная комиссия установила семь ответственных за трагедию должностных лиц. Эксперты посчитали, что на «Майкайн Золото» плохо организовали производственные работы. А главное, цитирую, не осуществили контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков. Иными словами, шахта должна была обрушиться еще 11 лет назад. Напомню, тела упавших в очистное пространство спасателей искали 8 месяцев. Достань камеру, зафиксируй нарушение ПДД и получи вознаграждение от полиции. Такую норму хотят внедрить в Министерстве внутренних дел Казахстана. Проект сейчас размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов для обсуждения. Мой коллега Ильяс Ромазанов узнал у жителей столицы экспертов, как это повлияет на законопослушность водителей. Согласно проекту нового закона, граждане смогут получать вознаграждение проценты от суммы штрафа потенциального нарушителя. Большинство автолюбителей столицы возмутились подобным новшествам. Основная причина, что исчезнет так называемая водительская солидарность. Я еще плохо вожу и плохо паркуюсь. Не с первого раза получается. И если за все это штрафовать, тогда я без штанов останусь. Если человек по незнанию это делает, так как еще опыта мало, может не умеет это делать, то если за это еще штрафовать, мне кажется, будет очень грубо. Много случаев, когда водители на дорогах создают аварийные ситуации, подрезая других со второй или третьей полосы. Это опасно. Поэтому я не против видеофиксации, хотя сам никогда не снимал подобных жалоб. Не знаю, я, допустим, против этого, чтобы люди, допустим, пешеходы снимали водителей, нарушения какие-то. Наверное, правильно. Но вообще, мне кажется, даже и без вознаграждения нужно о таких вещах сообщать полиции. Вы сами снимали когда-нибудь правонарушения других водителей на камеру? Нет. Своим мнением по поводу возможных изменений поделился опытный водитель, автоблогер Руслан Ахмадуллин. Сам он часто рассказывает о правонарушениях водителей и нередко становится свидетелем беззакония на дорогах. По его словам, поощрение за жалобы может дать как положительный, так и отрицательный эффект. Руслан не приемлет штрафы, как он сказал сам, по пустякам. Но дисциплины у водителей прибавится. Ведь сергеками и шерифами могут стать все участники дорожного движения. Такие грубые нарушения, я считаю, нужно снимать и отправлять. Такие, как проезд на красный свет, превышение скоростного режима, несоблюдение разметки, не пропускает пешеходов. То есть те нарушения, которые могут повлечь тяжелым травмам или последствиям. Юрист Серик Беркаламов тоже заинтересовался инициативой МВД. По его словам, казахстанцам надо отказаться от криминального мышления. Жалобы на нарушителей это не стукачество, а гражданский долг. Однако, по словам специалистов, в законе необходимо четко прописать правила съемки. Например, обязательной должна быть фиксация времени и места. Нельзя допустить злоупотребление таким правом. Вы с какого-то чужого телефона сообщили, отправили и органы должны реагировать. Нет, ни в коем случае. Это должно быть обязательно идентифицировано, что это конкретно гражданина сообщение. У этого видео должны быть особые специальные технические требования к нему. Проверка его на возможное вмешательство со стороны. То есть, чтобы это было не смонтированное, не созданное искусственным интеллектом видео. Скорее всего, поощрение гражданской активности увеличит число зарегистрированных правонарушений. Однако, по словам экспертов, ухудшение статистики пойдет только на пользу обществу. Водители будут внимательнее на дорогах, следовательно, и жизнь будет безопаснее. Ильяс Рамазанов, Осет Нургалиев, Дастан Алишев, Астана, Первый канал, Евразия. Присмотреть время прибытия скорой помощи к пациенту предложил депутат Мажелиса. Донабек Асабеков обратился к министру здравоохранения. В пример привел личный печальный опыт. Из-за опоздания скорой помощи в июле семья народного избранника потеряла отца. Мы вызвали скорую, но она приехала спустя полчаса. Хотя, по правилам станции скорой помощи города Шимкента, так как состояние отца относилось ко второй категории срочности, приехать врачи должны были за 15 минут. Но они опоздали, и мой отец умер. Депутат утверждает, что это не единичный случай. Чтобы решить проблему, необходимо подключить частный сектор, расширить конкуренцию, проверить состояние машин скорой помощи, а также принять опыт зарубежных стран. Трехлетнего мальчика, которого искали 12 дней в селе Хоксу, области Житсу, нашли мертвым. Детали знает мой коллега, ведущий обзор тревожных новостей, Ренат Абдулкаемов. Здравствуйте. Тело водолаза обнаружили на дне реки Муканше. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Напомню, об исчезновении Алдиара Токана стало известно 7 сентября. Мальчик исчез со двора при загадочных обстоятельствах. Его поисками занимались полицейские, спасатели, военные, волонтеры и местные жители. В Актюбе вынесли приговор диспетчеру, проигнорировавшему звонок от женщины, которую убивали. Оператор признал, что халатно отнесся к своей работе. История произошла в начале лета. Актюбинка решила продать свой автомобиль. Поехала на показ к предполагаемому покупателю и пропала. Ее искали несколько дней. Оказалось, что злоумышленник задушил ее. Машину спрятал в гараже, а тело выбросил на пустыре. Позже выяснилось, что женщина пыталась спастись. Звонила на пульт 112. Кричала, что ее убивают. Но оператор не отнесся к звонку серьезно. Сестра погибшей, тем не менее, его простила. К тому же, им возместили материальный и моральный ущерб. Служитель Фемиды все же отправил нерадивого диспетчера в колонию на два года. Что касается предполагаемого убийцы Актюбинки, он находится под стражей и только ожидает судебного процесса. В Алматы продолжается суд по делу Сабыржана Зарипова, который 31 января этого года зарезал свою жену Альбине. Когда та вернулась домой из командировки. По версии следствия, муж приревновал жену. В зале суда побывал наш корреспондент Жанар Канафина и расскажет, что еще там происходило. Судебное разбирательство началось с показаний свидетеля, бывшей коллеги Альбине Светланы Храмовой, которая рассказала, что подсудимый и ранее ревновал и душил жену. Контакт у нас произошел в 2010 году, когда она на работу пришла в один день в очках и пересперемотана шеей. Я, как и чар, сразу обратила на это внимание, спустилась, у нее отдельный кабинет был. Я говорю, что случилось? Она сняла очки и у нее все белки в крови, лопнутые капилляры, вся шея синяя. И тогда она рассказала, что ее муж душил. Альбине даже пыталась уйти от мужа. Забирала вещи вместе со Светланой. Коллеги по работе советовали ей подать на развод. Но Сабыржану Зарипову удалось как-то уговорить жену. Далее своими воспоминаниями поделились двоюродная сестра и тетя Альбине из Астаны, у которых женщина была в гостях незадолго до своей смерти. И рассказала им, что собирается разводиться с мужем, так как жить больше с ним невыносимо. Показала им свои синяки. Я разлететь хочу, я тут мать, я жить невозможно с ним больше. Я дома никуда не пускаю, я живу как в клетке какой-то. Сегодня же в суде по просьбе адвоката Зарипова были продемонстрированы кадры осмотра места происшествия. В левом углу на бетонном полу обнаружен труп женщины азиатской внешности под условным знаком номер один. Присутствующие в зале суда мама и брат погибшей не смогли сдержать слез. Адвокаты Сабыржана Зарипова пытаются доказать, что он нанес жене около 10 ножевых ранений в состоянии аффекта. Однако на сей счет мнения экспертов, давших свои заключения, разошлись. Здесь ноги, руки, рану не чувствовал, ноги как будто шли сами. Несколько этапов дошел до дивана в зале. И было в голове, внутри была опустошонность у него. Была только одна мысль, других мыслей у него не было. Была отвезти дочь, сестре. По словам адвоката потерпевшей стороны Айнур Амаровой, в случае, если суд признает состояние аффекта, то Зарипову могут дать всего лишь три года ограничения, либо лишения свободы. Они настаивают на другой статье, которая подразумевает около 15 лет лишения свободы. Тот факт, что при жизни он обезобразил ей лицо, это унижение, это страх, это также подавление, сглумление над жертвой перед убийством. Поэтому есть основания полагать, что и считать, и утверждать, мы будем за это бороться, что имеется признак особой жестокости. Опрос свидетелей и экспертов закончен. На следующем заседании стороны приступят к прениям. Санитара приюта для кошек и собак, который сбил хвостатого железным прутом, осудили в Шимкенте. Во время заседания мужчина признал свою вину частично и раскаялся. Фемида приговорила его к 60 часам общественных работ. Напомню, инцидент произошел в конце августа. Действия работника приюта запечатлели шимкентские волонтеры. Они же и вызвали полицию. Автовладелец из области Абай стал героем курьезного видео. Очевидцы засняли, как он вез в салоне «Жигулей» телят. На первый взгляд животные не испытывают большого стресса. Будто ездят так уже не первый раз. Запись быстро набрала популярность и не осталось без внимания полицейских. Мужчину нашли и привлекли к ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Выписан штраф в 18,5 тысяч тенге. У меня все. Передаю тебе слово, Толгат. Спасибо, Ринат. Я продолжу главные новости. Зоопарк на республиканской трассе Павлодар-Астана отменяется. Здесь устанавливают скота изгороди. С начала года на автодороге Павлодар-Астана зарегистрировали 11 аварий с участием бесхозного скота. К нам с этой проблемой в рубрику «Народные новости» обращались очевидцы. После аварии акимов нескольких сельских округов за недоработку с владельцами животных привлекли к дисциплинарной ответственности. Акимы с этим не согласны и считают, что ответственность за скоростной автобан полностью лежит на национальной компании «Казавтожол». Уже который день нам устанавливают скота изгороди вдоль республиканской дороги Астана-Павлодар. Именно промежуток между Твердкудуком и Щезертой. Спасибо Первому каналу Евразия. Теперь на радость водителям по информации обслуживающей компании «Казавтосервис» по итогам конкурса определили двух подрядчиков. Они установят в общей сложности 10 километров изгороди на нескольких участках дорог из Павлодара в Астану и из Павлодара в Семей. Жители сел вдоль трассы очень рады. Вы, как и они, можете делать новости вместе с нами. Если вы стали очевидцем несправедливости резонансного или проблемного вопроса, то отправляйте свои фото и видео на наш WhatsApp номер 8708-800-09-89. И, возможно, именно о вашей истории мы расскажем в эфире главных новостей. Тонну мусора вокруг мечети Мавзолея Скахбаба собрали жители района Созак Туркестанской области. Группу волонтеров из 100 человек возглавил районный совет ветеранов. Масштабный субботник прошел в преддверии Всемирного дня чистоты и в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан». Программа «Таза Казахстан» объединяет всех граждан, которые любят свою страну, призывая их очищать родные земли, сажать деревья и сохранять экологию. Очищая наш край от мусора, мы учим подрастающее поколение экологической культуре и защите окружающей среды. Кроме того, жители Созака провели уборку в парках поселков Шолпак-Кургана и Таукент, а также в районе озера Козелколь. Здесь собрали еще 8 тонн мусора. Я бы хотел сказать народу нашей области, чтобы не сидели и не ждали, когда приедет Аким, уберет, почистит все и вывезет на тракторах. Было бы прекрасно, если бы мы сами держали в чистоте место, где мы живем. С начала акции «Тазак Казахстан» в субботниках, проведенных в Туркестанской области, приняли участие более 3,5 тысяч жителей. Они собрали почти 400 тонн мусора. Также в регионе стартовал конкурс «Образцовое село». Так, в самых чистых районах, которые активно проводят субботники, построят новые социальные объекты. Лимонах жизни казахстанских сел продолжает открывать новые имена. Свежий выпуск программы «Каймак» готов к эфиру. Обязательно посмотрите в эту субботу. Поначалу пугающе, конечно, было, но потом уже привык к этому. Молодежь выезжает почему-то, не хочет работать очень, потому что тяжелый труд, наверное. Мы там виним школу, виним там училища. Нет, это все от родителей. Она при виде этого патефона заплакала. Я сам удивился. Программа «Каймак» на Первом канале Евразия в эту субботу. Продолжим выпуск. Три новых гидрологических поста установят в Североказахстанской области. В регионе этой весной из-за небывалых паводков пострадали два наблюдательных пункта в селах Новонекольское и Долматово. К их реконструкции специалисты приступят в октябре. Поврежденную в Есильском районе метеостанцию недавно починили. Всего на территории области действует 12 гидропостов. Плюс появится еще три. На одном из них метеорологи совместно с экологами будут проверять воду на степень загрязнения. Один гидрологический пост будет располагаться на реке Есиль на село Шаптыколь. Это самый ближайший населенный пункт, как Молинской области. Соответственно, мы будем знать, насколько поднимается уровень воды при пересечении границы между областями Республики Казахстан. Мы рассчитаем время прихода данной воды к определенным населенным пунктам. Второй гидрологический пост будет располагаться на притоке к реке Силита, река Сырый Азек, село Сухарабовка. Третий наблюдательный пункт расположился на реке Шат в Акжарском районе. Также специалисты Казгидромета запустили интерактивную карту. На ней отображаются все водные объекты Казахстана. Гидрологический мониторинг предоставляет подробную информацию об их текущем состоянии. Сейчас сотрудники предприятия занимаются оцифровкой архивных данных. Интерактивная карта позволит максимально точно спрогнозировать паводки. Бывший министр просвещения Казахстана Асхата и Магомбетов осудил инициативу чиновников Павлодара. Здесь сократили перемены уроки на 5 минут. Сделали это в семи самых переполненных школах. Прежде последний урок второй смены заканчивался здесь в 20 часов 40 минут. Теперь дети уходят домой почти на полтора часа раньше. Решение в первую очередь согласовали с побечительскими советами школ. Павлодарские родители рады нововведению, но бывший министр просвещения считает его неуместным. Он уверен, что разные временные рамки, я цитирую его пост в соцсети, вызовут хаос в организации учебного процесса. Давайте тогда сократим до 20 минут. Тогда вообще дети будут возвращаться условно в 2 часа дня. Программа не изменилась. Программа осталась на 45 минут. Цели обучения не сократились. Поэтому, когда мы сокращаем автоматически и это отдаем на откуп каждому региону, и каждый Аким по своему усмотрению решает вопрос о сокращении, это, я говорю о том, что это неэффективное, неправильное решение. Асхата и Магомбетов считают, что система образования должна быть качественной, а потому единообразной по всей стране. Единственный выход из ситуации – это увеличение школы, сокращение дефицита ученических мест. К другим темам. Бесплатная стерилизация кошек и собак. На этот раз акцию проводят не за счет государства. Деньги выделил Международный фонд. Куда можно прийти с питомцем на процедуру и насколько она безопасна? Узнала Юлия Волкова. В зоопарке Караганды сегодня, кроме экзотических животных, обычные коты и псы. Здесь идет их стерилизация за счет фонда «Бриджит Бордо». Оперируют 20 врачей из разных стран и обмениваются опытом с нашими. Мы предоставили прежде всего площадку свою, мы предоставили несколько контейнеров, предоставили медицинское свое оборудование. Также мы закупили хирургические костюмы, перчатки, в которые уходят шапочки и халаты. Приоритет у приютов, но принимают питомцев и у горожан. Адай Бигбаев, например, привел двух собак и двух котов. Это очень большая помощь для таких людей, как мы. Стерилизация очень дорогая, что кошек, что собак. Моя собака весит 13-15 килограмм и около 30 тысяч стоило бы стерилизаться. Кошек после операции кладут в переноску и отдают владельцам. Собак после проведенной операции еще какое-то время наблюдает врач. Они лежат на улице, на свежем воздухе, приходят в себя под теплыми одеялами, чтобы не замерзли. И когда собака уже просыпается, ее может забрать хозяин. Отходят от наркоза быстро, так как операция малоинвазивная. Обычно мы животных отдаем через час-два, потому что минут через 15 многие животные пытаются вставать. Но сознание спутанное, мы не отпускаем таких животных. До 21 сентября прооперируют больше 300 собак и 100 кошек. А потом врачи поедут на юг Казахстана с такой же акцией. Юлия Волкова, Еркиулан Тойболдин, Первый канал Евразия. Строительство атомной электростанции позволит решить экономические проблемы области Житсу и улучшить инфраструктуру Центра международного сотрудничества Харгос на границе Казахстана и Китая. Так считают предприниматели, которые работают в свободной экономической зоне. На сегодняшний день в Центре реализуется около 30 проектов на сумму 89 миллиардов тенге. Строятся новые объекты, расширяются производства. В будущем возникнет большая потребность в электроэнергию, говорят бизнесмены. У нас есть все элементы таблицы Менделеева. Почему бы нам тоже не иметь атомную электростанцию? Почему бы нам самим не вырабатывать электричество? Это будет стоить нам дешевле в первую очередь. Говоря об атомной электростанции, я думаю, что это будет одно из тех решений, которое обеспечит нашу страну устойчивой энергией в долгосрочной перспективе. Да, референдума по строительству АЭС в Казахстане остается меньше трех недель, где выразить свое мнение сможет каждый из нас. Лучшие студенты-программисты мира собрались в Истане. Они участвуют в финале Международной олимпиады по спортивному программированию. Это интеллектуальное соревнование по решению разных задач, для которых за определенное время нужно придумать какой-либо алгоритм или программу. Конкуренция здесь очень высокая. Из 20 тысяч команд со всего мира в финал прошли 142. Медали чемпионата получат всего 12 команд. Для нас очень большая честь, на самом деле, для Казахстана, для страны, выступить площадкой для проведения уже глобального финала, глобального чемпионата. Пять казахстанских команд участвуют. Очень неплохой, на самом деле, показатель из 142 команд. Я считаю, что это даст новый такой большой толчок в целом развитию IT-наук. Участие в финале чемпионата открывает огромные перспективы. Ребят замечают гиганты индустрии, такие как Google, Meta, Huawei, предлагая сотрудничество и трудоустройство. И в завершении выпуска в Астане презентовали книгу Каната Тасибекова «Ситуативный казахский на английском языке». Она является англоязычной версией книги, выпущенной 12 лет назад на русском и оставшей бестселлером среди учебных пособий по изучению казахского языка. По словам автора, в последние годы среди иностранцев возрос интерес к нашему языку и культуре, поэтому и было решено адаптировать учебные пособия для англоязычной аудитории. Редактуру этой книги осуществил Алекс Варбортон, он докторант Гарварда по лингвистической антропологии. И он изучает именно языковую ситуацию в Казахстане. Книга была отредактирована именно специалистом, который очень глубоко знает тему, значит, даже проблему казахского языка, который знает казахский язык. Благодаря книге читатели научатся говорить на казахском языке о себе, своих близких, поздравлять с разными торжествами, правильно задавать вопросы на различные темы и обсуждать традиции, обычаи и культуру казахского народа. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Пусть в вашем доме всегда будет спокойно. До свидания.